Акция «Дари добро» продолжается. На этих выходных перед концертами каждый житель нашего города мог нести свой вклад в помощь детям с ограниченными возможностями, купив лот, представленный на выставке. Ярмарки специально были организованы за час до начала каждого из городских мероприятий, чтобы как можно большее количество людей смогли принять в них участие. Подробности у Алимиры Галимовой. Все желающие отдать свои творческие работы приходили в управление соцзащиты, где работники и сами с удовольствием приняли участие в акции. Потрясающая уникальная возможность оказать помощь и при этом приобрести свой домашний обиход, свою квартиру, прекрасную картину. Потому что здесь действительно очень много работ, которые очень нам нравятся. И мы сегодня, в общем-то, очень многие из нас приобрели достаточное количество работ, сделанных людьми нашего города. И эти работы, они ведь уникальны, и к тому же мы еще и детям помогли. Первая ярмарка-выставка прошла в детской школе искусств. Здесь Ева Галдынская выбрала картину с Маком. Девочка всегда активно участвует в различных благотворительных марафонах. Детьми инфобидами не так легко живутся. Мне их просто взял, потому что не надо выходить. Я решила помочь. Ты еще как-то помогаешь? Да, мы отправляем к нам благотворительные мероприятия, одежду, игрушки, вещи, деньги. Жители Лабытнанок активно включились в общее дело и представили самые разные работы. Вышивку, поделки из бумаги, вязаные вещи и многое другое. В общем числе получилось около 270 работ творческих. Номинальная цена, начальная, начинается работа от 50 рублей. Самая дорогая работа, по-моему, 3000 рублей стоит. Оценивалось все это оргкомитетом, компетентным жюри. Если выставка пройдет благополучно, с моей точки зрения, что все работы будут проданы, получится в районе 100 тысяч рублей. На 100 тысяч рублей мы можем отправить на реабилитацию одного ребенка с ДЦП. В воскресенье спортивно-оздоровительный комплекс «Снежный» на ярмарку пришла и Татьяна Швец со своей дочкой. Кто это? Купим такую кошечку? Купим? Ну давай, так, еще что будем покупать? Что еще купим? Вот эту купим, хорошо, эту. Пришли сюда целенаправленно, потому что мы знаем, что много будет творческих работ, мы любим такие работы. Это ребенок выбрал себе уже игрушку, выбрали две картины. Вот, сами детки делали. Но я смотрю, возраст тут совершенно разный. Ну, независимо от этого, как бы все равно хочется принять участие в такой благотворительной акции и хотя бы чем-то помочь особенным детям. Многие лабытнамцы покупают вещи не потому, что они им нужны, а больше из благородных побуждений. На это и делали ставку организаторы ярмарки. Не скажу, что она мне сильно нужна, но я знаю, что эти деньги пойдут на благотворительность, именно на детей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому я вот себе купил эту подставочку. Дети с ограниченными возможностями, как бы кто-то находится постоянно дома, это в основном ДЦПшники у нас. Им очень трудно, то есть не так часто они бывают на улице гуляют, то есть им нужны, ну, увлажнители воздуха, ионизаторы, там еще какие-то. Это очень-очень всего много, это все очень стоит дорого, вот. И все приобрести родители и сами не в состоянии при своем желании. Выставка прошла в городском доме культуры. Сюда пришли брат и бабушка Кати Старостиной, девочки, которые сейчас лечатся в Китае и уже пробуют ходить самостоятельно. Они знают эту беду, как никто другой, поэтому не могли остаться в стороне. Очень хорошо, чтобы другие дети тоже выздоравливали, ходили так же, бегали. Чтобы не было вообще больных детей. Такие ярмарки пройдут еще 27 ноября в 6 часов вечера и 1 декабря в час дня в городском доме культуры. Здесь каждый желающий сможет выбрать любую творческую работу. А все вырученные средства пойдут на помощь детям с ограниченными возможностями. Альмира Галимова, Максим Швец, Николай Нарватов, Максим Мячин. Программа «Время местное».